Когда смотришь такую картину, за всем этим стоит более страшная и глубокая истинная картина подсознательного, а возможно и сознательного уничтожения культуры. Я говорил здесь о книге, которая должна в течение двух месяцев выйти. Она называется «Великое культурное обличание». Это эпоха, в которой мы живем. «Великое культурное обличание». Это такая же эпоха, как эпоха варварства, как эпоха вандализма, людоедства. Сейчас она, в общем, в расцвете. Понимаете, государство должно выбирать либо создавать таких людей, как, скажем, Марк Менков, либо создавать таких людей, как Виноградов. И государство, увы, встает на путь того, чтобы создавать Виноградовых, потому что пусть лучше этими людьми, как ни странно, гораздо проще управлять. Да, они повесятся, перестреляют друг друга, а потом кто-то пойдет в тюрьму, кто-то пойдет его сторожить, все устаканится. А Марк Менков, он ведь говорит о революции духа, о духовной революции, о которой он мечтает и до которой он не дожил. Но я надеюсь, что та опера, которую он написал, я еще был знаком с ней тогда, когда они с поэтом Юрием Ревченским над ней работали. Это удивительно глубокое и яркое сочинение. Я хочу сказать только, что вот мы живем в стране, где музыка России как бы ни существует. На самом деле, и это тоже мое глубокое мнение, потому что я на всех концертах моих коллег бывал и слышал то, что и у них и в столах, и в записи, и так далее. Русская композиторская музыкальная школа – величайшая музыкальная школа мира. Таких композиторов, которые сейчас живут в России, в мире нет. И то, что совершается, вот о чем говорилось на экране, это государственное преступление. Это убивается та музыка, которая создана для вас, для того, чтобы не было в мире брейников, чтобы не было в мире виноградовых, чтобы люди стали снова людьми. Музыка, такая музыка лечит. Она просто необходима, как воздух, потому что то, что происходит, когда человек со скоростью 100 ударов в минуту вколачивает в себя удары барабана каждый день и в режиме нон-стоп, это калечит людям мозги. Я просто хочу сказать, поймите, эта проблема гораздо шире, чем может показаться проблема нескольких композиторов. Это проблема того, что завтра понятие брейников, виноградов и так далее станет нормой жизни. Вот только сейчас, когда я уже немножечко отошел от виденного, я должен сказать, что это замечательное произведение искусства. Большое спасибо. Большое спасибо за то, что мы как бы вписались в это произведение и надеюсь, что оно действительно активно пойдет во все те воспринимающие органы нашей страны. Прежде всего, я думаю, хорошо бы, чтобы их показали в домах творчества, в доме композиторов, в доме актеров. Еще раз показали бы в доме журналиста. Надо, чтобы эта картина, потому что это действительно настоящая картина, как бы ее ни называли, чтобы она, тот импульс, заложенный в ней, выпустила в культурную аудиторию, которая еще сохранна. Эта сохранная аудитория у нас есть, она достаточно велика, мы для нее работаем. И очень здорово, что время рождает вот такие замечательные всплески. Жалко только, конечно, я бы много дал, чтобы Марк был бы сегодня среди нас. Но и должен сказать, что в России никакой инстанции, которая поддерживала бы композиторов, в отличие от многих других цивилизованных стран, нет. Это действительно так. В Германии, в Финляндии, в Голландии, где угодно, есть квота в 15%, когда оркестры и ансамбли, и инструменталисты, 15% бюджетных средств у них идут на исполнение современной музыки. У нас такой практики нет. У нас заказы композиторов. Нет, у нас, да, и заказы композиторов. У нас такой практики нет. Вадим Сергеевич, спасибо за хорошие слова. Спасибо. Спасибо.